Привет, народ! Сегодня у нас снова Мармышинг. Хотел сегодня ехать за щукой, но до меня дошли слухи, что карасик распространился по всей речке, а не только в тех местах, где я его уже ловил. Так что надо всё это проверить самому. Приятного просмотра! Погнали! Над речкой туман такой. Обалдеть! Я весь мокрый, пока дошёл. Сейчас отсюда буду спускаться. Так, ну начнём, пожалуй, вот с этого местечка. Тут миляк, травка, тут карасику. Самое место тусоваться. Да и ходит он, здесь видно, какая-то рыбка гуляет. Может быть не карасик, но кто-то гуляет. Будем сейчас пробовать его искать здесь. Говорят, он прям расплодился здесь от всей души. Мармышечка летит хорошо, погода хорошая, ветра не красота. Минут 10 уже кидаю, поклёвочки есть, прям с самого миляка. Но карасик не засекается. То ли он очень мелкий, то ли он меня видит, что вероятнее всего. Прям прикусывает, но добром не оселяет заглотить, либо боится. Стоит прям на самом миляке, там глубина сантиметров 10 буквально. Мармышка, даже нет никакой стадии падения. По течению её сносит на миляк. И где-то там либо клюёт, либо не клюёт. Можно даже практически не играть. Он её лежачую подбирает. Поставил сейчас красненького моталя. Может на него будет поинтереснее клевать. Но клюёт в принципе, поклёвки есть. Но он не засекается. В таком случае бы сейчас попробовать опар, чтобы живого посадить. Но у меня его нет. Поэтому он дёргает мотыля за кончик, но как-то заглатывать не спешит. Может сейчас ещё разгуляется. Всплески-то идут прям активные по всей речке. Вот весь он стоит здесь, на милике. Тут прям глубина буквально сантиметров 10, не больше. Подходишь, они стайками прям разлетают с карасики. Но брать, вернее засекаться, добром не хочет. Вот опять поклёвка и опять нет. Он его прикусывает за самый кончик, видимо. А, он сошёл, сошёл, блин, был. И сорвался. Ну ладно. Простоял я на той точке где-то с полчаса. Поимел кучу поклёвок и вместе с ними кучу потраченных нервов. Клюёт, зараза, они засекаются. Пойду искать новые места. Ну вот на этой точечке хочу попробовать ещё. Тут обратка идёт. Здесь может рыбка крутиться. Она, собственно говоря, и там крутится. Только берёт, не пойми как. Но пробовать всё равно надо. Да, конечно, я жалею, что у меня нет с собой живого опарыша. Было бы круто. Я думаю, опарыш он заглотывал бы охотнее гораздо. По крайней мере, он его бы не выплёвывал бы. Это он дёргает за хвостик мотыля. И выплёвывает. Причём независимо от цвета. Без разницы. Только на белый поклёвок не было. Так всё, перепробовал. Клевало на всё, но без результата. Да, сегодняшняя Рупалка. Чё-то прям вообще интересное получается. Я уже и крючок поставил. 16 номер помельче. До этого ловил 12-м. Поставил 16-й. Думал, может, его будет загладывать активнее. Не, нифига. Так же теребит за кончик. И всё, и поклёвок нет. Мотылика обрезал прям под корень. И результата никакого. Никогда такого не было. И вот опять. Не знаю, чё сегодня за день такой. То настроение у него такое, то ли я чё-то неправильно делаю. Но я очень жалею, опять же, что не взял живого опарыша. Это хотя бы не очень неинтересно. Но я хотя бы понял бы, что он в настроении клевать. А так чё-то вообще странно как-то. Ой, да неужели ж кто-то разродился, кто-то клюнул. Это, походу, щупа. Но точно, щерёнок. Вот, ребят, я здесь не ждал вообще. Может, поэтому и карасик такой неактивный. Ну, хоть кто-то. Беги. О, сидит, засела в корягу. Давай, беги. Беги отсюда. Да сюда, беги. Вон она, вон она, свистала. Ну, хоть кто-то уже хорошо. Ну вот, щучку выловил. И сразу села беленькая. Это правда... А, нет, карасик. Я чё-то с платвой его спутал. Какой-то он очень белый. Беги. Вот. В чём дело, оказывается. Щучка гоняла тут. Не давала ему клевать. Щучку убрали. Поклёвки начались активные. Когда он ходил за шуганой. И боялся заглотить. Да, ну нет, не в этом, я думаю, дело всё-таки. Настояние у него сегодня такое. Опять же поклёвка из-под ног. И со дна самого подобрал. А может быть и в этом было дело. Второй карасик. Ох, сорвался. Сейчас я тебе... А, ты сам дорогу нашёл. Молодец. Неужели действительно из-за щуки он шугался? Щуку выловил и сразу двух карасей поймал. Интересное кино. Рыбалка, как всегда, полна сюрпризов. Тем более с мормышингом. Такая снасть, которая не перестаёт удивлять. Ну, это и хорошо. За этим мы и ходим на рыбалку. До этого в тех же точках проводил. Были прищипывания лёгкие. Ну, скорее всего, совсем мелкий стоял. Глупый, который не боится ни щучки, ничего. А тут сразу раз. И два карасика. После щучки. Значит, всё-таки в этом было дело. Значит, на тех точках, на которых я стоял до этого, и там щучка паслась. Но оно и неудивительно. Там еды для неё валом. Только там ей стоять. Ну, на камеру, конечно, укрывать не будет. Это естественно. Иду на очередную точку. Карасик вроде как расклевался. Не обманули. Значит, карасик действительно расселился по всей речке. В прошлом году его здесь не было. Пойду проверю ещё пару точек. Я сегодня опять с палочкой наутил с нимфа. От 0,3 до 1,5 грамм. Катушечка. Да, её престиж 800-я неизменная моя. И монолесочка 009. Это что касается снастей. Палочка меня пока продолжает радовать. И проводочку с ней можно делать интересную. И чуйка офигенная. Тарась подбирает мормышку с земли. Ну, со дна. И на палочке всё чувствуется. Как он её теребит. Как он её засасывает, заглатывает. Чувствуется всё шикарно. Будем гонять эту палочку дальше. Довольно интересный инструмент. Вот ещё кто-то к нам сел. А этот кто-то у нас. Карасик очередной. Уже на красненького моталя. Беги. Активизировался карасик. Активизировался. То ли щучка ушла. То ли. Не знаю, что произошло. Но клевать стал. Более активно. Вот опять теребит. Он стоит здесь стаями. Прям вот стаями. Его прям видно. И радует то, что он не просто стоит, но и поклёвывает. Нет-нет. Очередной красавчик к нам идёт. Стоит везде. Везде. И на меляках, на откровенных. И в траве. Вот этот заглотил. Прям так заглотил. Беги. Но работает только мотыль. Но работает только мотыль. Пробовал и вайт бейт. Ещё там пару караказябра у меня есть. Нет, только мотыль. Карасин клюёт исключительно на мотыля. Я вообще пришёл к выводу, что по весне, там в начале весны, после зимы, можно извращаться со всякими краказябрами. А летом всё равно вернёшься к мотылю. Мотыль всегда работает безотказно. Что странно, в этом году практически нет бели. Я имею в виду платву, ельцов. Да не практически, а вообще её нет, считай. Я за всё лето пару штук, наверно, поймал. И всё, и тишина. Карась занял её место прям плотно. Платвы уже второй год нет. Интересно, карась зимой её заменит? Будет он клевать или нет? Это было бы прикольно, если бы он зимой клевал. Он так-то вроде по ощущениям поактивнее, чем платва. Ну, посмотрим, загадывать не будем. Может, зимой и платва вылезет. Ну, пока её вообще нет. Никого не спрашивал, даже по плавочнике, нет её, не ловят. Я за всё лет, говорю, прям несколько штук буквально поймал. Елечка в парочку, наверно, и платвёнок несколько. А так, везде, где должна стоять платва и где она раньше стояла, стоит карась. Ну, что, в принципе, меня особо не огорчает. Я доволен этому. На карасе потренироваться тоже неплохо. Чтоб размерчик был посерьёзнее. Интересная рыбалка получается вот по таким окошкам между травы, именно по карасюту. Проводка, как таковая, вообще не требуется. Забросил, пару подёргиваний сделал, положил мормушку на дно и даёшь ей полежать секунду-полторы. И он её либо подбирает, либо нет, а так хоть обыграйся, ему пофигу абсолютно. Карась, он есть карась, он вот заглатывает, с земли её подбирает и зажёвывает. На игру только щука клюнула. Так в пол воды вообще поклёвок нет, все исключительно со дна. А вот опять сейчас кто-то попытался заживать. Давай, доешь, нет? Нет, тут уже не доест, тут уже я буду зацепиться. А вот такой ещё товарищ клюнул к нам, пескарик. Даже камеру не успел включить. Отпускаем другана на волю. Я говорю, что-то странно, ни одного пескаря в этом году не было. Ну вот и первый. Хотел я вон туда пролезть. Там раньше были места неплохие, но походу не полезу. Всё что-то заросло там капитально. Всё народ, буду заканчивать сегодняшнюю рыбалку. Карасик хоть и капризничал поначалу, но всё равно удалось его найти. И главное, что удалось поймать. Подписывайтесь на канал. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok